Это тот самый Mipo, и пусть, кстати, Mipo, наверное, вообще ни одна команда не взяла, да? Думаю, да. Ну, почему-то, если всегда знаешь вот эти вот предсказания есть, которые в компедияме, и вот мне казалось, что Mipo вообще, вот если будет какой-то герой, которого не возьмут, это будет Mipo. Жаль, грустно-досадно, но да ладно, а у нас драфты на ваших экранах, Boom Esports против Evil Geniuses, и у нас снова Primal Beast. И снова Пангалира в бане. Вот. Мета вот как-то ходит туда-всюда, видели мы этого популярного Сайленсера на Ласт Ченсе, потом он как-то подвыпал, не самый успешный был герой. После этого мы видели и онлайнга в каждой игре. Теперь он опять же импикается, вернулись к Энигме. Как команда сначала банили, теперь вот начали выпускать, начали обыгрывать. Ну и такое чувство, будто вот Boom получили те герои, в которых многие команды хотят получить, Марси и Энигма, самый дефолтный дабл пик, который дает тебе много, дает тебе ротейты какие-то ранее, благодаря Марси дает тебе лейтгейм за счет Энигмы, сильную линию, товар пуш, два героя как будто бы вот... ...своим присутствием уже делать ситуацию для команды намного проще. Игорь решили ответить пуджом. Вот так они у нас закрывают Энигму. Моша, кстати, у нас драфтит для Boom Esports. Бруда в бане, причем забавно на... в первой стадии. Пикали вроде бы так разок для Нейтфолла Бруду на восьмой. Нейтфолл в целом показывает потрясающий перфоманс на этом турнире. Каждая игра, мне кажется, выигрывается благодаря тому, что всегда у него все очень круто. Старается. И, в принципе, вообще почему-то в последнее время на тройках... Не знаю, может, мы с тобой какие-то больше-таки по хардлайнерам. Я постоянно хвалила Виспера, Коллапса, Нейтфолла сейчас. Ну, вот, наконец-то посмотрю, как он отыгрывает. Пока драфт выглядит интересно. Притом, по поводу Марси и Энигмы, ну, здесь, наверное, какие-то комментарии излишние. Но очень рано показывают Пуджа. Осталось 5 секунд. Хороший матч-ап в Эникну. Можно убивать все долонов. Под третьим спеллом не умираешь ты от них самих. То есть переживаешь нападение. Это как раз-таки то, чего не хватало. Мы помним, как... Условно, Темпларка умирала... Темпларка Мазесса от Коллапса умирала 5 раз на линии. И там был при этом просто Рубик. Здесь же это Марси. Герой намного сильнее в нападении. Много героев умирало. Я видел ядровка, которая умирала вроде бы от Ятера, от этой линии. Раза 3 на линии. Еще на этом Ти. Вот. Бан Эмбера для ее пажи понятен. Еще я от него помню крутую очень Темпларку, может быть. Не знаю, вот этот матч-ап Темпларка Пудж, он такой странноватый. Потому что... Вроде бы Пудж хорош, он сбивает рефракцию. Но с другой стороны, если там появляется какая-то пика, можно аутофрэнш его бить и много наносить физического урона, именно точечного и бёрста. Ну, Пудж этого не любит. Да, мол, Темпларка собирает дезолятор, все это здорово. Но с другой стороны, если Пудж нападает, просто блинк, БКБ, ты кушаешь Темпларку, и у нее как-то здоровье совсем быстро заканчивается. Поэтому, мне кажется, в зависимости от того, кто первый напасть, сможет напасть, ну и очевидно, позиционка. Пугаюсь. Микс, СМК у нас в банах. Помню, Праймл Бист может пойти в мид, может пойти на какие-то саппорт позиции, может пойти на тройку. Чаще мы видели его в миде. От обеда мы видели, мне кажется, вот из кальки из игр 14, наверное, у нас EG сыграли. Мне кажется, в играх 3 или 4 он появлялся. Причем был очень хорош. Поэтому, не думаю, что есть прям резкая причина ставить правила Бистань не на мид. Он против многих героев стоит. Раньше как-то Квапаева вроде подбивала нормально. Но сейчас никто не качает пассивку. Все качают первый, второй. Забирают обе баунти, если им дают такую возможность. И ничего им не мешает добираться до своих шестых лоллов, а дальше герои, ну, без башен. Все, вроде, герои, когда появлялись новые, были настолько сильны. То есть, помним, мы когда-то МК добавляли в доту, и он имел что-то типа 70% лайфстила с Пилкин. Ну, джунгл мастер, я имею в виду. Вот, и там мы на четверке бегали, ребята, чтобы как-то использовать эту мощь. И на миде часто появлялся МК. Вот сейчас этими играми являются правила Биста Марси. Потрясающие нападательные способности. Ты не замечал, на какой пик в основном берут герои для Найтфола? Не особо следил за драфтами именно команды, поэтому, наверное, не могу сказать. Но вот сейчас мы видим что? Мы видим, что пульс, скорее всего, идет в Анигму. Праймл Биста будет флексить 2-3 до конца, так что, скорее всего, будет 2 саппорта у нас на 16-17. И на 23-й будут добирать мидера или... Ага, Лешака у нас прямо сейчас взяли. Но если ЕГЭ не уверена в своем правил Бисте в мид, возможно, стоит добрать мидера прямо сейчас. Вот, и саппорт. Кто хорошо смотрится против Лешего в миде? Инвокер, Квопа. Квопа... Вот как-то Квопа и Лина... Помним, это Квопа, да. Да, да, да. Хотя, знаешь, вот в данной истории, ну вот просто Инвокер, как раз был вариант Квопа, Лина, Инвокер. Мы... Почему сразу же Алексей так отреагировал? А, Лина в бане. Лина в бане. И, соответственно, ивенрейт. Про винрейт мы говорили. Ну и в целом, кстати, на самом-то деле, если так посмотреть, то, учитывая то, как у Илджинисуса обстоят дела, и как обстоят дела у Бумью Спортс, разница между этими коллективами по форме должна быть очень большой, и, возможно, как раз злые гении смогли бы закончить с Квопой, если бы она у них появилась. Пока битрель Квинов Мэйна совсем не радует. Герой... Ну да, мы видели. Это просто... Герой классный, но закончить сложно. Вот в этом проблема. Тот самый патч, который вот сделал так, что игры у нас теперь длятся чуть дольше, возможно, повлияло, и Квопа теперь в Лейте. Ну, она все-таки проигрывает многим другим героям в Лейте. Помнишь, так, как Микота бегал 9.1.5, «Дошел врагов к К3». Да, да, да. И одна смерть в Warfare, и все, игра закончена. И, честно говоря, было очень обидно за него, потому что потом у него был матч, если я не ошибаюсь, на Батрайдере, и ребята очень сильно поплыли, и там вообще была грустная игра. Ну, наверное, вот такой, ну, слушайте, раз я как-то всю карту убиваю, ничего сделать не могу, мы все равно проиграем. Тут уже не от меня что-то зависит. Чен, кстати, такой уникальный пик, потому что Лешрак вроде бы хорош в Чена, с другой стороны, Чен вроде бы хорош в Анигму. И вообще, если есть доминация у Чена, и он получает свою таймингу в этом Мекку, если он забирает себе Крипан Резист, то он становится резко не так плохо против Лешака, который уже не убивает его с Амонов, а наоборот, весь его дэмэдж распыляется на всю команду, которую Чен захиливает сам. Странный, странный выбор для в Ума Спорта, то есть они скорее украли этого Лешака, могли они раньше взять саппорта. Они именно брали Лешака с той целью, чтобы не отдать его обеду. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Осталось 5 секунд. Вообще, вся, часто я видел, команды пикают Керри Лешака. Не столько в официалках, сколько вот в пабах, я видел, часто играли ребят. Думаю, есть у них такая опция посвапать роли. Может быть, появится у нас как раз-таки темпларка для Йопажа в мид против Энвокера на 24-й, если пик будет благоволить. Мне кажется, все очень герой хороший. Ну и даже на керри позицию у темпларка не так плоха по сравнению с остальными персонажами. Вот, кто еще у нас есть? Террор Блейд, но с ним может быть жидновато. Урса. Вот как раз Урсу банят. Есть ли у вас какие-то хорошие кор-матчапы в Пуджа? Марфа у нас в баннеле, и Найкса тоже в баннеле. ССФ. Матчапы, да? Ну да, именно вот герои, которые хорошие в Пуджа по игре, которые его могут перебить. Может быть, ЦК какого-то вспомнить? Хотя нет, я видел этот матчап там просто иллюзии ЦК умирают за 3 секунды. Хотя так не должна быть. Не знаю, кто еще есть. Есть необычный Свардар. Есть необычный Свардар. Но его только гении показывают. Может попробовать просто в Лейд пойти, а Морф... Тролль? А, кстати, вот... Ну, тролль... Морфа нет. А, да, Морубани же. Так, Морфа не ловится. Мало мы видим тролля, хотя герой получил существенные бафы. Осталось 10 секунд. Может быть, еще может быть какой-то Свен. Мне кажется, вот тролль Свен это что-то вот такое приятное для бумов. Есть какой-то стад либо замедление по Двич-Доктору. Нападение? Слушай, а может... Это, конечно, не очень хорошо именно в целом против Пуджа, но не думаешь ли ты, чтобы посмотреть на Войда? Потому что... Он, конечно, в рамках линии не самый сильный герой, но по игре, да и против Пуджа там есть проблемы. А, она здесь еще против Инвокера, ладно, на самом деле. Ну, каждый раз, знаешь, вот проигрывает какая-то команда послабее, и мы такие... Ну, типа, если даже вы так проигрываете линии, то типа взяли бы уже Войда и был бы шанс. Вот, кстати, тоже в этом есть смысл, на самом деле. Но с другой стороны, смотришь и думаешь, вот именно на драфт, вот прямо сейчас, то есть, вряд ли бы вам сидят и такие, блин, мы слабее. То есть, они же, наверное, ну, хотят победить, они такие, я умею играть в доту, и я покажу, как в нее играть. Я хочу, ну, сражаться с ЕГЭ. То есть, они смотрят так и такие, ну, Войда брать как-то слабовато, типа, переедут на линии, еще камбэкать, ммм, неприятно. Поэтому, почему Войда не берут, я понимаю, герой действительно ослаб, и вот видишь весь этот армор, все то количество хп, которые имеют сейчас ЕГЭ, и кажется, что Войд просто не всплывет. Есть у нас даже на него контроль, хотя герой против инвокера приятный, там можно действительно повесить на него 10 тайм-дилейшнов, чтобы он просто умер от этого, от инфаркта. Не, ну, теперь еще и Винга появилась, точно, Войда не... контракт к Энигме на последний пик, 23-й. Эти, кстати, думали, что не хватает хартлайнера, я так все-таки понимаю... это может быть еще по-прежнему тройка Винга и четверка Праймал Бист, но там уже как-то решат, ребят. Слушай, не знаю, буду ли я права, по-моему, на том самом турнире, в котором они выиграли, они играли с Бристалл Бэком, когда была его умер. Да, да, ты права, абсолютно. Тогда Бристалл Бэк был еще немного другим. Да, и он просто был... Убивал все и вся первым слотом. Ну, практически первым слотом собирался в Аганим, и все такие, о-о-о, это Аганим на Бристалл Бэк, и все, игра заканчивалась. И действительно она заканчивалась, потому что это было просто очень больно. Действительно, мета как будто бы к этому двигается, знаешь, танковые герои с большим количеством урона. Как будто бы вот они имеют больше возможностей даже умерев где-то все равно вернуться с ТП, продолжить драться, продолжить качать лес. Видимо, и Пуджа, и Бристалл Бэка, и Лешарака. Вот. В принципе, на бот-линии вроде бы не должно быть проблем. Может быть, даже проблема будет у Праймл Биста, если Бристалл Биста как-то будет активно играть через Квилл... Через Сопли, короче. Да, через первый спелл. Гу. Вот. Но в топе, в топе может быть очень сильный развал, если там как-то получится охукнуть Энигму, она не всплывет. Ну и Пуджа должен перефармливать топ. Ну, давай сделаем такой мини-предикт. Изначально под драфтом, твое мнение. У кого драфт интереснее? Мне кажется, у ЕГЭ, потому что я не совсем представляю, как можно прям запушить с вот этими героями, которые есть сейчас у Бум. То есть вроде есть Лишак, вот здесь есть Бристлбэк, они должны быть сильными, они должны много качаться, забирать Рошанов. Но как будто против героев ЕГЭ они не могут, знаешь, просто пойти и будут отспавливать. Будет инвокер вот этот крутой, который каждый пуш будет составлять героев без маны. И Чен, который каждый тифайт 10% кстати у нас на Бум, то есть вот столько. Ну, я на самом деле согласна в этой ситуации с чатиком, в принципе и с коэффициентами от Будбум, я тоже согласна. Очевидно, что ребята там первое место в группе, второе, последнее место в группе. Пока у Evil Jones очень все хорошо получается. Ну, кстати, меня удивил с хорошей стороны удивил Артизи, не знаю, как кто, потому что я явно не ожидала, что он прям хорошо будет играть, то есть так хорошо будет играть. Честно, я в целом мне нравилось, как он исполняет у него были, как у любого игрока, который играет в доту на протяжении не знаю, там 5-6 лет и Артизи играет, наверное, даже дольше именно профессионально, то есть на тех турнирах. В любом случае у таких игроков есть золотые годы и спады. и вот сейчас опять подъем у Артура, что не может не радовать. Ого. А у них нету, кстати, варда в миде. А, нет, есть, 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 поставлено. 30 секунд, в уральском фиграунде. Инвокер стоит на, это будет QA экзортовый инвокер. Удивительно. окей. Окей, и коэффициенты от BadBoom 360 у нас на первую карту на Boom, ну и соответственно 128 на Evil Geniuses в ребят 1000 рублей, твой промокод IN22. 2. В смоке у нас сейчас находится Boom, очень уникальная ситуация. Марси на варде ЕГ забирает смока баунтируну. В первый раз я такое вижу и по итогу они забирают 3. Очень-очень круто выглядит, потому что я такого действительно еще ни разу не видел, чтобы смок нажимался с задержкой и благодаря этому враги вообще не понимали где вы находитесь. Вот. И то есть они с Энигмой в команде забирают 3 урона. Представляете насколько это огромная проделанная работа. Ха, спел. Красиво. Йо Паш. Йо Паш не подставился сам под санстрайк еще из-за динайл хрипа в точный тайминг. Видимо, кстати, что игроки все больше сидят в масках. Переживают, видимо. И в принципе их можно понять. Сейчас ситуация достаточно опасная. потерять ключевого игрока, да любого игрока на ТОПе экшен. Такой путь агрессивный. Мы уже видели, что он прокачал хук. Даже была попытка несколько раз его использовать. Но пока все. помнишь, я тебя спрашивал не то, что бы спрашивал, но в общем не знал Энча, когда приручает крипа, плодится ли он. И вот Чен ответил на этот вопрос, там действительно приручил Эйдолона, дал тычку и он расплодился. Было два Эйдолона у Чена. Чен у нас. Плодотворный. Вау, Крид хорошо добивает рейнджа. Сможете добить второго. Вещдоктор его пошел в зоне. Вообще, Вещдоктор должен справляться и зонить венжи full spirit здесь очень хорошо. Тут проблема в том, что под стан сразу же может быть врыв. Вообще, она была выглядеть неплохо, но и Bristol Bag он в рамках линии герой, с которым тебе приходится считаться. Я сейчас все больше думаю, что трой был боевариантом получше. Именно вот хочется свечдоктором нападать, а Bristol Bag ну он такой. Он вроде бы тоже агрессивный и тоже впитывает урон, но нет у него, знаешь, сетки стара. Вот, немножечко этого не хватает. Свена забанили, мне кажется, тоже был хороший пик. Вот нам как раз демонстрируют мид и очень большая разница в миде по крепстату 13-8 епаж просто я даже не знаю как не выносит. но он потеет, потеет. 10-го, давай 10-ый. Десяточка хорошо. Ребят, ребят, это 10 знайных крипов на третьей минуте. По левелу, конечно, будет огромное преимущество. Дела идут отлично. Говорит Вич-доктор, но ее паш тоже с этим согласен. Дела идут отлично. Несмотря у кого. Так, еще и Прама убийства нас бегает. Получает свое. Впушивает пачку. У прислабака чуть побольше, но видимо, кстати, что артизитили это много хитпоинтов. Вроде бы это прям комфортный матчап в Enigma, тем более с Ченом, но не все пока так гладко. понятно, что с левелом все будет становиться для него лучше. Для Пуджа, точно. Даже небольшое преимущество есть в У. То есть, вообще, хорошо они начинают. Гораздо лучше, чем я изначально думала. Пока у нас даже фростблада не было. Никто не подставляется, не ошибается. Слава вам с правил пустом, я думаю, штормом вполне будет. Нападение, ага, даже в принципе и на третьем, и на третьем решается напасть. Вы потеряли, филоспреи влетел, а представь, если бы в этой ситуации вещдоктор был. Мы, кстати, не заметили, а активичдоктор. На руне. Просто увидел, как Марси подходила сверху и получается инвокер у нас избирает руну. Тоже удивительно, потому что вот подходит у нас с кем на ботруну, а инвокер не особо хочет ее сбрать. Нападение на Поджа, Марси отбрасывает, бодиблок, хороший бодиблок, на слушай, это возможно ФБ, было бы, но не будет, потому что Nightfall все-таки забирает у нас Вичдоктора, который вернулся, а еще, а еще Пудж, Мансит, и все-таки выманшивает, сейчас еще немножко подригенится. А есть ли у Чена танго, потому что Артизи поставил дерево? Похоже, что у Чена не было танго, и дерево просто пропало. А нет, было, 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 да. Отдал Артизи. Танго было. Ну и в итоге, да, Пудж выживает, ресурсы лешаку с кем. Ну разница, кстати, не настолько большая, как хотелось бы, наверное, то есть всего 2200 у лешака 1900 инвокер. Казалось, что с такого старта мог намного круче разогнаться лешак. Обед рековернулся. Это тоже черта хороших мидеров. На первых пачках все точно может пойти не по плану. Пока не до конца, на самом деле, но он по крайней мере не умирал. Тут все равно еще очень интересно, какой он это билд дальше будет делать. Кстати, возможно, у нас еще и Вич Доктор ошибается, потому что имеется Вижен в этой ситуации у злых гениев, но нет. Вич Доктор отправляется в сторону МИДа и не очень уверенно пока отправляется, но отправляется. А он сделает стак, рядом находится Венгана, думает, что возможно будет попытка Вич Доктора как-то выйти в мид, либо это под руну было сыграно. Скорее всего под руну. Иллюзию форжом. Не особо как это произошло, то есть если Лишак стоит прямо на руне, то невозможно разбить ее. То есть возможно там обед как-то круто подблочил этого Лишака. Но тем не менее руны не достается никому. Вот теперь я уже вижу преимущество Лишака это то, что мы ожидали. у него пока вторая молния то есть первый диаболик не хочет его нажимать в вышку. Слишком мало от него урона прокает. Тем не менее нажимает. Как минимум на Глиф попытается развести. Ну действительно разводят. Глиф прожимается. Лишак отступает и возможно у нас на боте будет экшен какой-то судя по всему да так оно и происходит. Забирают Праймал Беста у нас Вич доктор Бристлбек Втроем просто оказались бесплатная ставка 1000 рублей при регистрации нашего партнера Badboom дополнительная информация на баб Кикатино баннер по трансляции и пользуйтесь Энигма с Арканами не самый частый выбор Арканами не будет здесь Владимира чем он там был соль наверно тем что необходим веселье против всего этого количества хила против количества хппджа помним что в процентах снастит поинт урна апнутая и вещь доктор который разбегает на верхней но и венгу он также видит здесь шаг подходит так что скорее всего крит погибнет никуда его не отпустят ляжь его очень вовремя спускается вниз я даже не знаю это опять же под руны выход был но руна достается у нас марси и кстати может с руны попробуют напасть ладно если пуджа не получится то вот флай вполне выглядит как приемлемая цель хорошая вершина от обе команд мы видим и в боте все прекрасно видят обе команды и в топе вот этот вард на котором только что пробежалась марси а смогла достать разбить уже немного приелся этот вард потому что вот слева от линии допустим никто его не ставят больше вот этот вард немного непонятен потому что опять же экшен у нас на боте прилетает марси nightfall отсюда уходят помахав ручкой так вот хотелось бы наверное видеть чена в лесу видит этот вард перемещение чена под руну но было бы круто именно видеть как чен подбивает крепочков вот и может быть как попытаться на него выйти и понимать когда он находится на линии когда можно нападать на пуджа потому что на самом деле пик немного пассивный у гэ у них экзорт инвокер можете его поддавливать миде не сам у него легкая линия выдалась привыкли мы видеть минус наверное где-то минут седьмой здесь будет появляться позже десятый так и есть состреков тоже не было особо в игре может быть кстати мы его пропустили когда нападение на бинго ну критис погибнет помочь вряд ли получится хотя бы разменяют и учитывая что здесь втроем находились бум и только лишь вдвоем и влачин в целом в целом их должно это устроить хорошие какой хук у нас ну и добей допить я паша да демиджа хватает при том даблкил достается у нас именно инвокеру что очень важно как раз чуть-чуть пораньше появится тот самый мидас про который мы упоминали подзарядились ребята из злых генев энергии от нашего партнера торнадо огромное количество вкусов выбирайте свой и пробуйте уверенная телепортация от артизи он так прям знаешь он не стал замахиваться просто телепортировался подошел хукнул съел все максимально уверенность чувствуется от артизи сейчас не самое очевидное решение потому что хочется все-таки стоять в топе не теряйте вышку от анимы тем более с вангвардом понимает что артизи уже не стоят в топ поэтому ждет тем временем увидим стаки которые забирают у нас джек бойц декина но кредит экспо отходит боится марсе это всего лишь иллюзия плохо было бы забрать тавр на боте учитывая что сами они вышку потеряли да против энигмы если ты линию оставляешь скорее всего вышка упадет очень быстро ну и ответить тоже хотелось бы мне кажется правил пист может в какой-то момент просто переселиться в мид инвокер себя комфортно будет чувствовать качает тройку и бот и соответственно ну приставок стоит с вангвардом пусть стоит вот эти компания тволокон тестит и его это устраивает пусть с вангвардом тоже в топе себя комфортно чувствует это не то чтобы много решает она упадет от старости если если в бум не захотят защищать ну а если захотят то они могут хорошо подраться против эго эго думаю грамотно понимают вообще судя по всему планируется драка потому что в смоках находится лишь рак вещдоктор и находятся недалеко от бота здесь у нас только премиум бест премиум бест отсюда упрыгивает но зато получается подцепить вангибл спирит на самом деле не самая приятная цель потратили смог в четыре игрока наверно хотят забрать и тогда все если табра заберу в целом это будет их устраивать а шанс того что заберут пушку очень большой волик артизи артизи прям далеко зашел в противоложной части карты зафарм пачку криков тоже завел этот девушки не сказать чтобы это прям успешное действие от бы она просто ок команда фармит дать фол не умер локер не умер все качаются появился нас весель еще нужно как-то позаботиться о том чтобы получить заряда смоук с пуджом будут заходить на вражескую часть карты здесь может попробовать забрать марси ага пуш не решается все-таки они решили просто более аккуратно обойти леший это очень будет хороший фраг если получится попасть в фон но не получается свап от венги по марси у марси пошел у нас демодж забирают в принципе просто она без бая венга еще какое-то время поживет рядышком инвокер станчик брестолбэк прокаст от инвокера патч тоже демодж наносит забирают ту самую венжевл спирит праймал бис праймал бис там кого-то у нас бьет кто-то это был бич доктор но его кстати не добивает форш спирит бьет постепенно бд но урона не хватает преследует преследует сейчас будет замедление отличное ветра от авида ну и на этом в принципе все замест такой получился вроде бы огромное количество героев участвовали а размен был только лишь один в один крипы пошли милю висок не увидела в обед по драке мы видим что урона бриста бека просто нет его не существует файтер кап еще мы успеваем кстати посмотреть вот кто нанес основной роман бист премьер бист прокатилась по огромному количеству героев действительно как будто бы он один сражался вот инга просто разменялась в марсе ну и лишок еще пока не готов входить файтер ждем мы бкбш пластон кишака уже вот вот будет из трена хороший старт правиль инвокер но немножечко вырывается у нас за счет стаков думаю это и устраивает у них такое больше больше возможности растягивать карту где-то сплетить поэтому они рады думаю что происходит сейчас на карте нижнюю башню сил света ребята также партнером трансляции являются око тв если вы хотите смотреть игры в времени онлайн иметь возможность перематывать какие-то важные моменты то обязательно пользуйтесь этим шикарным сервисом вся дополнительная информация баннер по трансляции как обычно окно вот от старости умирает у нас вышка в бой служен попытались за него подраться в боте бум не получилось но не не так важно просто такой объект за который можно подраться вот не подрались драка получилась примерно ровный да уже знаешь на 16 минуте мне кажется вообще не очень хочется за нее драться у тебя гораздо больше шансов по сплету сыграть не знаю разменять товар в миде было бы круто забрать например уже видим насколько тяжело начинает играться бум потому что вот рвела на инвокере толкается топ толкается в них бот инвокер уже начинает набирать по скорости фарма и остается над лишека форс став у нас в кикбай у обеда после даггера необычный выбор да кстати пауэш спай будет с огнем у бресталбека почти он уже есть 100 голода остается одна пачка крипов возможно пойдут в рошана и вообще сейчас будет крутой спайк у бумов они действительно будут одним кулаком очень сильны заберут рошана может быть как-то смогут забрать вышку в топе но за это думаю будет забираться зеркальная вышка боти и что же сделать у нас команда может быть смогут даже как-то за рошана подраться до маленька потихоньку понравится нас вбези бкб появилась у праймал беста и никого скорее всего не на хотя вот сейчас возможно нигма подставится очень глубоко заходит крутой крутой несколько сразу телепортов сразу же находят марти но она первая нападает однако убивает ее очень быстро действительно я сбай ночи ночи он успевает использовать смеку но это вообще никак ему не помогает пока размен один в один саппортами и венге сбивает телепорт забирают сейчас еще и крита размен по итогу 1 в 2 плюс ля крит отметил что там вард не стал паниковать и четко понял что его было видно именно на варде как он телепортировался ну команду ег попытались как-то напасть скоро они умерли немножко немножко мне кажется за за далековато прибежал чем потерял позицию и сразу при его смерти ребята приняли сигнал к сцеплению мне тоже кажется что не то чтобы много потеряли да очевидно в плюмбус для бум но преимущество кстати у бум не растет она чуть меньше тысячи в целом не ложь тортизи смол круто даже не смогут дать и знаешь что что у нас хорошо работает против ресталбэка эгэ что агоним на праймал бис который накладывает эффектно брейку ну и собирает же праймал бис тот самый агоним тавр в медиа влджинизу создают пока не хотят как-то слишком агрессивно драться возможно там не знаю бх какого-то бояться возможно хотят какие-то артефакты доформить из самых очевидных это агоним на пудже агоним на праймал бесте и наверное что у нас у инвокера бкб агоним направил в сети очень далеко у него это поинт-быстр только первой шмоткой из всего из всего набора я немного удивлен по стивности бум не постеснялся даже бкб на это потратить как вы видите для того чтобы сделать этот враг но и теперь нужно отсюда бежать соль конечно всегда приятно так как ты так как ты получаешь очень намного больше экспириенс и все золото подошел золото тебе а он доставал по-моему товарищ да дошел своровал ну знаешь а вот это и всегда приятно когда ты такой мимо проходил и что-то на халявку получил вот так вообще нам у нас и случилось это даже более приятно чем соло фрактой вроде и ресурсы не потратил дошел не самых типичных героев я понимаю почему на инвоке могут здесь форсерф например против фуриона с вот этим лишим но здесь в этой игре для меня это выглядит странновато знаешь что для меня пока выглядит странновато что я немножко ожидала как эвилджинс будут просто разваливать а здесь не так плохо ведь ребята играют я пробую мне спорт шикарный хук у нас от найтфолла можно сразу же забрать лешего и бх бх неплохое ответочка забирает праймал беста бич доктор бард сбивается станут венжи фолспирит по бристалбеку но бристалбек пойдет ли на хайграунд артизи хук еще один хук артизи шикарно это минус уже два благодаря шикарным его именно хукам свап от венжи бристалбека бристалбека конечно пока очень больно но демиджа он все-таки выдает недостаточно и размен один в три ну я конечно на самом деле когда сказала что вот так должны валджинисус разрывать немножко не то имела ввиду я имела ввиду по линиям изначально что будет хорошее преимущество вот аля мы увидели матч соникс но в целом драка получилась очень классная ну могу точно смотреть что бум хорошо сами себя проявляет на линиях и действительно у них сильные лайнеры в частности мидер но у них трафт намного более ориентированно на начальную стадию игры и мы видим что вот все равно игре в тайминг бумов сами понимают первые действия так так решили зайти на рошана но сразу же в агрессию пошли вечдоктор какое-то время выиграл со своим шардом но как вы видите времени не то чтобы много а пойдут ли теперь на рошана все же этого времени может хватить кстати у вд имеется байбэк по ресурсам ну во-первых энигма без бх это со стороны бум а с другой стороны сейчас скорее всего будут еще и без поджаб прошу прощения без премал дистан ну и венга венга кстати тоже купила себе шард видите станчики летают что же приятно но пойдут ли дальше не приступок хочет забрать здесь квита стан форсик работает ну и чуть-чуть бы помощи этому самому криту какие-то не знаю ветра а в это время марси подставляется забирают марси и я удивлен что они пошли на рошана сразу бум вот только сейчас не разворачиваются в принципе времени еще хватает хотя при всем огромных желаниях может быть и гэй еще и менее рошан слишком быстро по всеми ауэрми в скобочках под губерство бэка да вот поэтому ну хотя бы рошана хотя бы рошан сбрак идут драться идут драться и очень лох пешный бристо бэк которого на самом деле можно было бы сразу забрать но не решились драться злые гении против аегиса у них в целом все неплохо на этом моменте они просто могли больше отдать чем получить кажется достаточно правильное решение с их стороны несмотря на отсутствие бху энигмы да у них все карта в распоряжении все равно довольно равную нам показывают дота но мне кажется и гейм нано классе чуть покруче в том плане что они вы видите как они проводят драки как они круто таргеты фокусит как они расходятся и все прекрасно занимаются задачи в драке у них больше возможностей для какого-то кайта я уже отмечал поэтому не думаю что будут снести но как оно будет на самом деле посмотрим коэффициенты действительно в пользу бэдбум ну ладно коэффициенты у нас от нашего партнера бэдбум и на бум 175 и 2.0 на злых гениям по промокоду IN22 FREEBAT 1000 рублей так что ребята пользуйтесь мне кажется немного не обоснованная вера в бум то есть действительно они сейчас ведут по карте но я бы не сказал что они как-то прям лидируют даже по золоту преимуществом сейчас подловили чена убили по фрагам сравнялись 11-11 конечно это вообще не тот фраг который ты хочешь делать с аегинсом с бх когда у тебя вот очень что что на путьжоа вышли как-то прочувствовал это артизи развернулся прям в момент когда подходил к пачке узнал что марс нажал этп и он мог погибнуть круто прочитал этот момент вроде завершилась ошибка и справился пока бэшки пока нет но риск пока выглядит очень опасно надо его кайтить и с аегинсом он выглядит неубиваем пока что следующим слотом выбирает сатаник даже никерасу именно чтобы быть максимально плотным иметь возможность быстро установить хп мне кажется это грамотное решение если тебя сразу пропьют бресталбек чаще всего имеет возможность еще камбэкнуть и вот тот самый аганим про который мы с тобой уже упоминали который как раз хорошо смотрится против бресталбека появляется еще 2 минуты будет действовать аегис не знаю захотят ли злые гении в этой ситуации драться либо все-таки дождутся когда аегис закончится это у нас там блин дратся точно не хотят иг они хотят как-то подбить где-то найти момент на перетяжках бум может быть у них получится может быть нет мне кажется даже хорошо что у артизи не получалось пнуть без табака потому что все умереть пости респект у нас на учение огонь здесь не так хорош а я децепт который можно было бы снимать что кстати шар не покупает вроде бы он не изменился то есть можно приручать ушей кажется это крутая белка 80 прокачку это готов ну слушает табора в принципе дефали но минута минут еще до окончания а ягиса и уже точно должны его дожидаться пока и гида закончится время действия вот огонь именно правило везде такая странная вещь все равно чтобы его использовать вроде бы не нужна мана и куда очень маленький но нужно получить урон который даст прокрасить пассивки в зависимости от проков там будет увеличиваться и радиус и количество этих самых волн так ну и подставляется мне кажется он списает и делает хотя знаешь очень далеко находится леший и добить уже все-таки а егиста хорошо а ягист действительно добивают а и что теперь что теперь кресталбэк встает отступает я не думаю что нужно идти и агрессировать куда-то следом разворачивается леший кстати у него была аркейн руна поэтому может даже хорошо что не дрались здесь гиган действует пространстве паш у него есть уже бкб к я огромный если шаг получается видим что в принципе может умереть хотя не жалом black and bar и если его команда будет рядом то все будет совсем наоборот ему нужны дизайбл чтобы 5 героев может много урон значит такс так вот смог жмут не на варте кстати знаешь я смотрю по уходу матча в целом не смотря на то что небольшое преимущество но но постепенно медленно медленно но увеличивается и заходят по вражеский лес реки на том самом брестолбеке на котором выигрывал galaxy идет вперед вместе с марси но есть скорее всего поцепит fly fly а вот и нет они выбирали цели поинтереснее была попытка убить праймал беста своджи фл спирит но скорее всего уйдут и один и второй при том поставили vision в двойку для бум показывали нас вероятность победы так 55 45 на бум кстати реально очень забавно еще забавно то насколько легко можно забрать в этой ситуации фбз но фбз еще успевает выдать бх команда оказывается рядом и просто минус 2 я не знаю по хп сколько оставалось если честно там наверно и он на развороте выдает бх команда поддерживает минус правил без минус фальши фул спирит вот так вот просто и одновременно напали у нас нега то есть винга сначала прыгнула дала стан на вижне а потом только правил бист как-то подключился с первого спела то есть если бы они закомбинили способности то то скорее всего у него самого бы хватило да и вот уже применение было кола второй спел на правил бестеп закончился иначе просто за счет действия за счет того что блок пол так до 5 месяц забирают там пока бы не спасает приходит при столбе и патч идет вперед здесь находится марси мне кажется патч в этой ситуации пошел вперед потому что понимала что иначе заберут их двоих и он сделал очень ну то есть с одной стороны как там кто-то говорил любая смерть это ошибка может быть и так но вот сейчас он сделал все правильно он понимал что либо так либо идут вот направил биста смоге могут его убить в принципе под эффектом брейка напали на вич доктора убили его быстро но не то чтобы супер быстро на самом деле на убили а может на марсе тогда может просто забрать марсе но тут бкб от вристалл бэка инвокер уходит у нас в инвиз и на найт поле на найт поле нас сидит джеки как же неприятно на самом-то деле пробежался убежал хорошо член пытается уйти с помощью телепорта фла еще помогать ему пластом инвокер ну как и сам не подставился нет вроде бы уходит и это не отменяет того что нас размен то по факту одного саппорта на другого саппорта напоминает что путь погиб до замеса то есть просто очень там 70 секунд его не было ну пробует как-то кусаться где-то находите тебе кофе понимают они что в чистом поле пока ничего не светит и нужно им находить опенинги там теории распределиться как-то пытаться их растягивать нападать не всегда у них это получается но за попытки ставлю класс но кстати преимущество то у бум уже 6000 я думаю самый важный замес у нас опять же будет за второго рошана которые появятся прямо сейчас не успел не успел увесить зачем держал вот прямо в секунду в секунду так захватывает аван пост очень важно сейчас будет замес для злых гениев дает ему кстати конечку на 20 левел на крис play так дэмэш бкб опаджа свапок винги и на лишака нападение но сразу же не ибо black hole почему же свап тратится для того чтобы напасть на вас команде несколько героев с инициации непонятно а вот пока сбить очень сложно сейчас будет погибать скорее всего артизи перед смертью выдает свой хук но это не отменяет того что теперь рошан достанется бумги sports плюс они забрали двух коров и саппорта ну и принципе максимально все просто вот настолько плохо играть против у них мы это еще нужно постараться ну то есть явно что лишь рак это байк то за его спиной стоит вся команда винга сейчас постояла посмотрела и такая ну точно я же единственная кто мог пустить в бкб и здесь вас его еще конечно будешь может но там посложнее на духе щас ну и вот так у нас все вообще какое-то преимущество какие-то шансы и г честно говоря вот если любим так сильно сцепятся то уже и шансов на победу не много внутри процента слушает вообще что сама че вот я так радовала что наконец-то мне удастся покомментировать стопа здесь группу вижу чем же хорошо злые гении а тут я смотрю бум действительно есть такое когда команде не нечего терять она играет просто уже душой ну и праймал бит залетает под бкб джеки подбирать все-таки аегис ну и вперед вперед очень больно на и полу на и пола не отпустит в этой ситуации действительно превосходство для бристалл бека куски отрывают у нас учено джеки нас следом идти за инбокером нет уже догнать не получится да и в целом они и так должны быть максимально рады хекс у инвокера появился но вот но мы на самом деле уже его видели успел нет холл сурайд шарт да вот только что дробь тяжело тяжело очень но и тяжело будет сохранить базу аегис имеется клифф потратили байбайка у праймал биста нет должен обед сейчас показывать да просто пытаться всеми способностями выиграть время и даваться ветрами и так далее пока вот я вижу шаги ветра это не самое удачное если честно надо как обычно но и страна падает это вторая сторона не злые гении очень близки к тому чтобы проиграть первую карту против пум и же пока вообще в карте инвокера вроде бы у него 614 но и не было так взорки инвокера каких-то со стрекилов вначале и сейчас у него пока вот только он забрал шар ждем его конечно 20 талант имбовый на 80 процентов ветер дамиджи может быть тогда мы что-то от него увидим вот пока процесс прицепления и в траке не то что помогу чего может несмотря на неплохой вроде бы старт как-то с логине и действительно не захватили преимущество ну по крайней мере так как я думала что будет но что там наши ожидания да ладно сейчас была попытка найти пуджа и они практически справились и просто по последней третьей стороне и без будет действовать еще три минуты бум не должны отпускать еще злых гениев не просто и значит попытка подраться до базы за для решения не такой плохой брестолбок этот вперед в бинге очень важно держать позицию именно криту потому что проблемы с блоковыми с которой нужно решать не путше вон стоит без слабых хотелось бы на их синициировать очевидно кого-то у кого нет аегис идеальной целью должен быть либо лишь от либо нигма мне кажется лишь от предпочтительный ну и очевидно видишь его на варде он один остался инвокер показался на крепе прокнул слов и вообще могло получиться очень круто если бы вы мест вышки которая упала поставили бы еще один такой лайн вард действительно был забрать и него и может быть сделать вот не дали по ней шансов джек пояса зайти на хайграунд а ведь доктор сейчас найдет поджать сейчас начнет идет его кушать и пусть конечно ведь доктора сейчас заберет а вот дальше они не знают они не хотят идти за пуджо но он понимал что я чем сбить такая пкб а команда была далековато или шахте как-то отпустили простили нашего пуджо то есть в приношении марсе марсе находят инвокера куба мне попадает вот рабы спасти а так спасти ну и вот принципе уже и никак хотя имеется байбэк и кушает кушает но и вот бы хотя вообще короче ничего не пожалели в пуджо пуджо не отпустили путь без боя винда сейчас тоже погибнет этой ситуации у нее также по и пока нет и вот говорится втроем придется сейчас депоте базу учитывая что вы стал бэка до сих пор имеется аегис это будет сделать непросто хотя 50 секунд венги на капал байбэк у нас пошел хекс бриста bristol бэк праймал пист его избивает убивает ну или свапа хорошо за свап леший заходит под бкб разбирается с критом после бая на найтпола найтпол получает стан от лешего дабл хилл я по что творит этот леший ну и в принципе бум максимально удивляет потому что они очень близки к тому чтобы сделать мега крипов против злых гениев инвокер подставляется инвокер погибает это конечно здесь уже не ничего не поделалось гудгейм вэл плейд бум побеждает на первой карте я бы сказал сенсационно побеждают против злых гениев ничего не предвещало беды хорошие драфты хорошие статистики